Hi guys! Для тех, кто решился или решается на переезд, я делаю сегодняшнее видео, где расскажу, с какими трудностями придется столкнуть в миграции и посчитаем с вами, сколько денег нужно на переезд в США. Погнали! Понижение статуса. К этому нужно быть реально готовым. Мне кажется, большинство мигрантов, которые переехали, они испытали это лично на себе, в том числе, например, я. И действительно, многим приходится привыкать, в какую сумму тебе обойдется жизнь в Штатах. То есть, понятно, что у тебя есть деньги на еду, есть деньги на жилье, ну и на налоги. И дальше ты должен вот как-то выкраивать, копить. Для многих это действительно здесь становится проблемой. То есть, из боссов водителей в Америке вполне возможно, ну, когда ты только приехал, потом, понятно, обосновался, получил какое-то местное образование и все дальше пойдет, да, если прилагать усилия. Но на начальном этапе действительно придется обнулиться, потерять статус. И для многих это действительно тяжело. Они говорят, вот мы привыкли жить в роскошной, огромной там квартире, четырехкомнатной или трехкомнатной. Привыкли покупать продукты в хорошем магазине. А здесь нам приходится экономить, снимать квартиру, иногда даже без стиральной машинки, чтобы было подешевле. Считать каждую копеечку на продукт, откладывать на налоги. В общем, мы к этому не привыкли. А также чуть позже с вами посчитаем, сколько конкретно нужно денег на переезд. Прямо по пунктам разберем и подведем итог. Где я буду работать? Мне кажется, это самая большая головная боль любого эмигранта, потому что, когда он приезжает в новую страну, в большинстве своем он вынужден сменить род деятельности. Действительно, в Америке можно нострифицировать наши дипломы, но я вам скажу, на практике все равно большинству приходится переучиваться. Особенно экономистам, юристам, инженерам, медикам. Как подстраховаться на время переезда, чтобы хватило денег и при этом, переехав в США, сразу выйти на работу? Как вариант, чтобы не бежать работать в доставку или в такси, все-таки не всем подходят эти специальности? Можно найти удаленную работу в сфере диджитал в России, переехать, обосноваться здесь, подучить язык и с накопленным опытом уже перейти работать в американскую компанию. Если посмотреть тут, то зарплаты в сфере диджитал стартут от 20 долларов и выше. При этом еще опыт работы в другой стране учитывается, вообще звучит идеально. Итак, что нужно для старта? В первую очередь определиться, в каком направлении вы хотите развиваться. Ведь специальностей на самом деле очень много. И тут поможет бесплатный диджитал-курс от Нитологии. Курс реально очень полезный. Он не только поможет вам разобраться, какие профессии в сфере диджитал есть и какие навыки будут нужны, но за две недели вы попробуете на себе роли разных специалистов, программиста, маркетолога, веб-дизайнера и аналитика. Узнаете, кто чем занимается и сможете определиться, что вам ближе. Кроме того, вы сможете получить карьерную консультацию и составить план развития в профессии. А среди самых активных участников, кстати, Нитологии будет разыгрывать грант на обучение. В общем, ребят, если вы хотите перейти в диджитал-сферу и работать удаленно, то это прекрасная бесплатная возможность разобраться в тонкостях диджитал-сферы и возможностях для развития. В описании к этому видео я оставлю ссылку на бесплатный курс, а также промокод, если вы потом решитесь купить какие-то другие полезные продукты Нитологии. Ну, а мы с вами погнали дальше. Другой менталитет. Казалось бы, мы с вами смотрели все американские фильмы, понимаем, как американцы плюс-минус могут себя вести. Более того, я бы сказала, что мы с американцами смеемся с вами над одними шутками и очень во многом с ними действительно похожи. Но при этом, конечно же, мы приезжаем в другую страну, здесь другая культура, у людей особый свой уклад жизни, поэтому к этому нужно будет привыкать. Не все, конечно, понимают вот эту вот открытость американцев, да, почему они так делают. Многие говорят, почему они так улыбаются, это все не искренне, не натянута и так далее. В Америке, например, не принято все говорить напрямую, это не потому, что они вот ужасные злобные люди, которые хотят сказать от вас правду. Да нет, просто у них культура такая, то есть на работе, например, ты сделал что-то не так, тебе не скажут, ах, все, ты сейчас уволен. Ну, как бы так могут, конечно, сказать, ну, редко очень. А в основном вам скажут, мы понимаем, вы проделали большую работу, ценим ваш труд, бла-бла-бла, и в конце могут прийти даже к тому, что вас в скором времени уволят. Вот просто такая, да, особенность именно культурная. Здесь принято соблюдать границы, и я говорю не только сейчас, в период пандемии, вот эту социальную дистанцию, а в принципе, то есть есть даже специальная табличка, вот здесь можете ее видеть, градация, да, расстояние. То есть есть так называемое персональное пространство, вам не нужно нарушать, да, как в наших странах очень многие делают, ты стоишь в лифте, прям вот за тобой, все прям вплотную. Или как в наших странах это считается нормой, в 30 лет начать клевать женщину, что у нее нет детей, или мужчину в 35, что он вот не достиг карьерных каких-то успехов. И у нас это в обществе считается в принципе нормой, то здесь так себя не ведут. Переезжая в новую страну, вы оказываетесь абсолютно беспомощным бытовым вопросом. То есть нужно арендовать жилье, нужно оформить кучу разных документов, все эти документы, естественно, еще на иностранном языке. Купить, оформить машину, страховку, ну в общем, вопросов возникает просто великое множество. И это работает не только для США, но и для миграции, мне кажется, в любую страну мира. А еще добавим, что в Америке, если вы, например, переехали в Нью-Йорк, то там как в Москве в той же, все можно сделать 24 на 7. А если вы переехали в какой-то другой штат, то будьте готовы, что после 7 или даже даже уже 5 вечера все просто позакрывается, можно сказать, город просто вымрет, потому что все поедут домой. Я уже не говорю о тех, кто сталкивается с бытовыми трудностями в своих апартаментах. Там у кого-то нет стиральной машинки, то нужно будет белье там куда-то носить, стирать. Нужно выбивать парковочное место, если не предусмотрено, да, нужно будет брать разрешение для того, чтобы вот так вот вдоль дороги парковаться, то есть пермит получать. Поэтому вопросов будет действительно много. Я как-то делала видео на канале, где рассказывала о причинах, почему хочется уехать из Америки. И вот одна из них была давление родственников. Я считаю, что это тоже трудность, с которой многим приходится сталкиваться. То есть помимо того, что у человека сложный процесс адаптации, языковой барьер, бытовые вопросы, вопросы, связанные с работой, все, что мы с вами сегодня перечислили, да, так еще добавляется от друзей и родных. Ну что, Сереж, не наигрался там в своих Америках, когда домой вернешься? Да эти все трудности, давай домой, возвращайся, ты на эти 2000 долларов здесь олигархом будешь. И здесь друзьям и родственникам лучше объяснить, что все-таки требуется их поддержка, а не засовывание дополнительных палок в колеса. Вот вам понятно, что здесь написано «they're back» и крылышки, да? Это значит, что они вернулись, то есть в меню появились снова крылышки. Но не все могут даже банальные вещи, я не знаю, там в магазине ценники переводить. И я имею в виду языковой барьер, который здесь возникает. Будем честны, уровень языка у большинства иммигрантов очень слабый. В Америке, к счастью, об этом знают, и здесь есть специальные программы. В том числе программы от каждого штата бесплатные, куда можно записаться на курсы английского, либо за какие-то номинальные деньги, там, знаете, 20 или 30 долларов в месяц. Ты на них ходишь, там учишь язык, чтобы максимально адаптироваться. Для детей тоже есть программы. Более того, если ребенок приезжает, например, с родителями по туристической визе и даже без статуса, его принимают здесь в абсолютно обычную школу бесплатную, он имеет право учиться и в том числе изучать язык. Сделано это для того, чтобы люди максимально интегрировались в общество и адаптировались. Но сам языковой барьер, поверьте, он будет большой трудностью, поэтому я всегда говорю, что язык лучше учить заранее. Итак, напрашивается, конечно, закономерный вопрос, что же нужно делать, чтобы все это пережить. Сейчас даю вам готовую инструкцию. Номер один, определиться нужно со своими амбициями и целями. Для чего вам нужен переезд, какую проблему вы решаете переездом, что для себя, какой бонус вы получите. И здесь же надо понимать риски, чем вам придется пожертвовать и рискнуть. То есть все это проанализировать заранее, чтобы это потом не было сюрпризом, и тогда вам в разы проще будет эмигрировать. Второе, определиться, в какой город и штат вы хотите поехать. Мне очень часто задают вопрос, посоветуйте, пожалуйста, в какой город переехать. Ребят, но здесь нужно отталкиваться не только от архитектуры, не знаю, города, от того, какая здесь вкусная еда, а нужно в первую очередь понимать, где вы будете трудоустраиваться. И это как раз третий пункт, нужно определиться с трудоустройством. Вот место жительства очень с ним связано. То есть я бы советовала заранее определиться, кем вы хотите работать, и уже потом искать место жительства, которое будет адаптировано под ваше место работы. Ну вот, например, Сан-Франциско и Сиэтл прекрасно подходят для дизайнеров, инженеров, людям из технологического сектора, программистам. Нью-Йорк подойдет для работы в финансовом секторе и в рекламе. Чикаго остается столицей консультантов и металлургов. А, например, у Бостона хороший сектор биотехнологий. А Даллас и Техаси привлекают специалистов, которые работают в области нефтедобычи и нефтепереработки. В Вашингтоне очень развит госсектор, и там действительно много вакансий для специалистов, которые хотят работать в государственных структурах. Лос-Анджелес хорош для творческих людей, людей, которые работают в индустрии развлечений, автобизнес здесь прекрасный. В Майами абсолютно так же, но только если сравнивать в Майами все-таки Лос-Анджелес, то жизнь в Майами будет несколько дешевле, чем в том же Ла. А в идеале, если у вас есть возможность заранее приехать и посмотреть на город, погулять, посмотреть то место, где вы хотели бы жить, и, может быть, понять, что этот город вообще не то, и вам надо смотреть что-то другое и переезжать уже конкретно в другое место. Четвертое. Подготовить базу для переезда. Это, конечно же, друзья, я говорю сейчас про деньги. Ну, какую же сумму тогда с собой комфортнее взять? Обычно считается, что нужно месячное проживание, то есть сколько вы будете тратить в месяц, умножить на полгода. И вот эта сумма, которую вы должны иметь с собой. Это не значит, что вы полгода будете не работать, бить баклушей, просто тратить эти деньги. Абсолютно нет. Если вы выходите на работу сразу со второго месяца, то все эти деньги кладете на депозит, под проценты, или просто понимаете, что у вас есть неприкосновенный запас и уверенность в завтрашнем дне, и спокойно живете. Но если вы не собираетесь работать и тратить, тратить деньги, то, поверьте, даже самых больших запасов здесь, при текущем уровне цен, хватит максимум на полгода-год. Ну что, давайте прямо сейчас с вами прокалькулируем, сколько денег нужно на один месяц жизни в США. Итак, давайте посчитаем вот прям по пунктам, из чего складываются вот эти вот цифры, и сколько нужно будет платить, если вы живете в Лос-Анджелесе, например, в сентябре 2020 года. Итак, самая большая сумма уйдет, конечно же, на жилье. 1900, я здесь посчитала аренду квартиры, студии, плюс коммунальные платежи, которые уже входят. То есть это вода, газ и электричество. Дальше, на что мы тратим деньги? Интернет-телефон. Интернет-тарифы здесь действительно дороговаты, ну и скорость интернета здесь, я вам скажу, очень хорошая. Тарифы также, есть включенные минуты, есть не включенные, гигабайт. Ну, короче, давайте 100 долларов, вот на это все вместе мы тоже заложим вместе. Дальше мы с вами плюсуем медицинскую страховку. Я уже как-то говорила, что если ты мало зарабатываешь, то медицинская страховка у тебя бесплатная. Это проверяется на сайте, здесь, по крайней мере, в Калифорнии, да, называется медикал-страховка. Если ты сразу зарабатываешь достаточно, то ты покупаешь себе платную страховку, и тарифы составляют от 250 до 700 долларов в месяц. Я вот нашла для примера вот такой тарифный план «Оскар» 241 доллар в месяц на взрослого того мужчину. Поэтому давайте это тоже запишем в наши ежемесячные траты. Следующее, на что быть, тратить деньги, конечно, следующее, на что быть, тратить деньги, ну, конечно же, друзья, на еду. Здесь бы заложила в месяц 500 долларов, учитывая, да, что там поездки, магазин могут быть, и автовые закупки типа «Костка», «Волмарта». Но чтобы комфортно себя чувствовать, я знаю, все себя переживают, что денег на еду не хватит, давайте 500 долларов в месяц. Следующий пункт – транспорт. Здесь есть два варианта. Вариант первый – купить проездной и кататься, например, на метро и на автобусе. Вот абонемент на автобус стоит порядка 120 долларов в месяц. Другой вариант – вы можете взять машину в кредит либо в ЛИС. Если вы приехали по гринкарте, у вас есть документы, в том числе уже ССН, пожалуйста, идете, берете машину в ЛИС. И вот я почитала в ЛИС Toyota Prius вот такая вот. Стоит 249 долларов в месяц. И плюс, давайте с вами, учитывая даже, что она гибрид, заложим 150 долларов на бизнес. И маленький секрет, когда машина приобретается в ЛИС, а не в кредит, то все обслуживание, все ТО полностью на тех людях, которые уберете машину в ЛИС. Поэтому и эти расходы мы не считаем. На что еще уйдут деньги? Конечно, на одежду. Ну, давайте с вами прикинем, что вы бы ходили здесь и покупали одежду не в самых там бутиках, я имею в виду, не в Диор сразу бы забежали, а, например, в те же там Тиже Макси, Нордстром Рейки. То есть покупали одежду типа там Хеллфигера, Кельвин Кляйна, Найка. И спокойно, я думаю, в месяц 100 долларов – это норм. Ну и, конечно же, не забудем про бытовые всякие покупки в дом, мощные средства, туалетные бумаги. Плюс сюда же я добавлю маленькие радости, типа взять чашку кофе на улице или если ты куда-то едешь, взять что-то в фастфуде или что-то там на бегу. И мы слышим победоносный дзинь, и получаем сумму в 3440 долларов в месяц в крупном городе. Крупные города это какие? Типа Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Чикаго. В более мелких городах, где жизнь дешевле, там, конечно, нужна меньшая сумма. А 6-7 тысяч я бы закладывала в крупном городе на семью. Напомню вам, что сравнивать наши зарплаты и зарплаты в Америке неправильно, потому что средняя зарплата в том же Лос-Анджелесе около 5000 долларов, поэтому если ты на жизни, у тебя там впритык 3 400-3 500, у тебя даже останутся еще деньги, которые можно будет отложить, если ты живешь один. Вообще, я бы сказала, что миграция чем-то схожа с бизнесом. Здесь тоже нужно ставить цели, делать расчеты и работать на результат. То есть обязательно у тебя должен быть, знаете, как в бизнесе бизнес-план, так вот с миграцией тоже. Ты должен четко понимать, к какой цели ты идешь. Гайз, а еще помните, что в описании к этому видео ссылочка на бесплатный курс Нитологи. Если хотите освоить диджитал, гоу, регистрируйтесь обязательно. Ну и как обычно, маленькие приятности из Америки. Вот этот рюкзачок и номерок Калифорния. Чтобы принять участие, как обычно, нужно поставить лайк, кинуть комментарий и быть обязательно подписчиком канала. А кто выиграл футболку и номерок из прошлого ролика, вы узнаете прямо здесь и сейчас. Поздравляю победителя! И обязательно жду всех гостей в моем инстаграме, где больше ежедневных сторис из Лос-Анджелеса. Увидимся с вами, друзья, в новых видосиках. Bye!